Вот мы в Потеряевке, 8 октября 2021 года, пятница. Мы обычно уезжаем из Барнаула 10 июня, а Володя надо месяца раньше, я уезжаю. А домой одинаково, 10. Ну и что у нас остаются, какие там продукты, все здесь раздаем. Вот сейчас сказали приехать, вчера тут давали, а сегодня есть у СИГ-машина, и на своей машине подъехали. Там Володенька стоит уже, это называется лабус, он на рельсах стоит. Все, я думаю хватит, а то сломаешь. Хорош. Что-то шибко близко. Никита, слишком это ты влево свернул. Володя, зачем так близко-то? Слишком влево. Чуть-чуть. Вы ничего не выгадываете, борт сломает, тут загнет. Прямо и немножко в стороне. Видишь он как. Хорош, скажи хорош. Что? Хорош. Хватит. Все. Давай, Никита. Борт, наверное, можно открыть. Тебе удобнее будет. Не порвете. Вот это стоит на железных рельсах мыши неюли, а тут дальше железная плита упирается. А на ней уже тут подставки, бревна и все остальное. Ищи ящени. Нам благодетели помогают. Сколько лет уже благослови их, Господи Божий наш. Имена их да будут вписаны в книгу жизни. Они помогают до детского лагеря. Приезжают, кто теперь. Мы говорим лагерь в ином формате. Слово лагерь исчезло. Гости с родителями, с бабушками. И власти от нас отстали. Ну, надо слушать, что нам Господь говорит. Ну, это обшито жестью. Все тут у нас мука. Все годы. Ну, сколько? Ну, метр сорок, наверное, высота. Главное, чтобы зимой, когда поднимется снег. Потому что мыши, если подлазят, то дальше им никак некуда идти. Мыши никак не попадают. Хотя они могут. Сверху там где-то заносят их. Травинка одна есть, она по травинке залезет. Ну, последние годы как будто бы нет этого. А чтобы плита не двигалась, она вот, видите, на рельсы привязанная. Проволока. Володя хозяин здесь. Я давно от всего отошел. Достать. Сказать. Так, мешки всегда в тару возвращать, когда закончится. У нас сильно мы нуждаемся в этом. Потому что по два ведра вся картошка, морковка, и там голубям, и мыши проедают. Нынче зашивали, зашивали дыры. Ну, по нашей нужде это как раз. Ничего такого там нет, ни стыда. Ни упрека никакого. Вот так. А это вот теплицы, три большие глушков. Игорь Валентинович. Один тут живет, тоже старается. Жена у него в корчене с ребятишками. Так, пошло дело. Она мастериста такая, у нее все росло, и арбузы. Бог милует, никогда здесь воров не было. А были, которые их переловили всех. Ну, воровали-то, в основном, это бензин, технику. А сюда еще он полезет. Хорошо, посмотри, Володя, которая, может быть, это уже не нужно в этом году будет. А на следующий год Господь нам опять может дать. Вы тут поделите, Иосифу там дадите. Если узнаешь Алексею, нужно тоже спроси, надо так так. А то он не тогда там передержанно. Небось голод заставит, будешь-ка тихий собирать. Государство за этим смотрит. Но нигде нету, чтобы на масле растительном и выбрасывали. Ни одной бутылки не выбрасывает. А почему? Они переклеивают другое хлеб. Да куда, не разобрали, они видят нормальное, тоже будет. А помидоры другое, оно загнило, они говорят, что выкинуть. Они следят. Роспотребнадзор, раньше была санэпидемстанция. Ну, видимо, надо так. Иначе вообще порядка не будет. Посмотри, что там. Видишь, как, что значит свои люди. Левая пекарня, 50 килограммов. Это что, мука? Да. Мука. Мама ваша, вам будет ковришки печь там. Если бабе Вале надо будет, тоже там отсыпьте моряйку. Тетя Нина. Ну, вы все одни. А у нас по этой грязи-то куда ездить-то? Сами распределите тут. Но главное, это у вас. Там собачка наша. Ну, я говорю так, чтобы где-то ведро, полведра дали. Сами распорядитесь. Так что мы никого не зазираем. Все, Володя, все? Все. Все. Ну, отъезжай. С Богом. Помоги, Господи. Давай. С Богом. Вы наши друзья. Это Никита. Андреевич. Это был в Колесниках Никита Андреевич. Это Кустинок. Все, выехал. А тут называется Скворечник. Моя резиденция теперь. Вот. А это... Вот он поехал здесь. Володя распечатал дверь. А тут Скворечник номер... Скворечник. Голубятня номер один. Как один писатель или журналист писал. У Игнатия есть одна слабость. Какая? Любит голубей. Голубятни держит. Слабость. Никогда не слыхал такого выражения. Слабость. Интересно. Майкл Тайсон. Зыкин. Брежнев. Я могу называть людей, которых люди другие знают. У всех были голубятни. А раньше везде были. А сейчас в Барнауле по свете этому тема была. Как голуби характер у человека улучшает. Говорит, в каждый двор голубятню. Ну, еще голубятню. Пьяницы сожрут и голубей. Еще и пакость сотворят. Вот и все. Господь нас милует. Видите, какая осень нынче. И снег выпал. И деревья еще все. Вот ветлана вся зеленая. Береза вся желтая, как золото. Вон там, видать. Это у Любы. Ну, ребят, у Никиты там как раз. Это означает, что будет еще тепло. Будет тепло. Вот провода у нас шли на лагерь. А теперь там музей. Комплекс для бедных лагерей. Так называется. А тут снег был все. И вот начал подтаивать. Нам выезжать нужна сухая дорога. Или отложить отъезд еще на день. Не послезавтра выезжать, а в понедельник, может быть. Вот она какая березка. Около Глушкова. Ну, золото и золото. А там дальше ветла. Вот я тут вышел посмотреть. Это наша теплица. Не такая, как у них. Самодельная. На столбах светло. Кое-что вырастало. На больше не претендуем. Деревне хорошо жить. Все свое. Вот банька. Вот она баня. Сортир, туалет. За 50 метров от дома. Не через стенку. Придешь в гости, где в туалет боязно сходить. Меня привезли. Я что-то болел тогда. Было мне уже в первом классе, наверное, был. Большой был. В 5 лет. И хозяева показали, где туалет. А отец куда-то пошел по своим делам, как инвалид. Он был у первого секретаря крайкома партии Беляева. Что-то там нужно было. А я сидел в окно, смотрел. А в туалет ходить до вечера не выходил. А почему? Я пойду, а люди догадаются, куда я иду. Вот как привучены были. Догадаются, что я пошел в туалет. И пока стемнялось, отец пришел, тогда только сходил. Вот вспоминаю. У городского этого понятия за миллиарды нет. Никак не может быть. Это вот качели огромные, околонежные усилия. Почему и комплекс. Ни в одном месте этот лагерь был. А это вот, где мы были сейчас. Вот это вот называется Лабос. С продуктом. Это балерина. Абревиатура. Башня. Летняя резиденция Игнатия Начальника. Балерина. Дальше Глушковский дом. Это у нас Светла. От петлы только, от ствола идут. И вот это крыша от пола. 9,60. И точно так же столбу упирается в железную плиту. Вверх у вас здесь вот. Ну вот, все сказать. Вот это уже у меня тут. Виктор Николаевич Савченко все установил. Потому уехал. Хорошо работает сегодня. Ну что у меня тут. Шарик. Шарик. Я его не могу взять. У него цепь грязная такая. И на прогулку не взял нынче. А там дальше. Как раз то, что называется музей. Комплекс. Бывший лагерь. Там видно строение. Вон там. Вот такое дело. Ну и все пока. Субтитры сделал DimaTorzok